Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Я знаю, что многие зрители инвестируют в серебряные и золотые монеты. Вот такие, как сейчас вы видите на экране. И в этом выпуске я с приглашенным гостем, с Алексом, поразмышляем на тему инвестиционных монет. Он расскажет, какие монеты он покупает, какие монеты он собирает. Будет довольно длинный выпуск, так что берите чай, если тема серебряных монет интересна, если тема того, как инвестировать в монеты и зарабатывать деньги вам актуально. Смотрите этот ролик. Поехали! Вот Иск сказал, что некоторые монеты растут в цене, особенно те, которые первые. Действительно, молодые появляются коллекционеры, те, кто собирают серии. Это прослеживается, это значит не только в серебряных монетах. У нас вот есть юбилейка, юбилейные монеты Украины, которые люди могут покупать. Сначала молодые коллекционеры покупают самые дешевые монеты, а потом доходят до тех, которые редкие, которые с маленькими тиражами. Хочел спросить у тебя, скажи, а как ты относишься к коллекционным монетам? Вот есть у тебя тяга, не тяга? Любые царские, не царские, может быть, других стран. Ну вот смотри, по поводу коллекционных монет. Я не так давно на канале выпускал серии про рестрайки китайских классических монет, про рестрайки монет Голландии, Львы Голландии. Ну вот это из последнего. Что хочу сказать, на самом деле, конечно, коллекционирование, это рестрайки, это выпущенные официальным монетным двором, скажем так, копии классических монет. Тема это настолько, если вот туда углубиться, довольно интересная. Единственное, что оригиналы этих монет, они довольно дорогие. Вот если объективно подходить, или по абсолютным цифрам подходить, они стоят дорого. Многое зависит от сохраны. Возможно нарваться на подделку. Причем, допустим, даже сделанную из серебра. По ликвидности их, ну опять же, если мы говорим, для среднестатистического коллекционера тоже довольно может быть невысокой. То есть, это тема, которую все-таки нужно, прежде чем принимать решение о покупке монеты на сотни долларов США, в этой теме все-таки надо хорошо разбираться. И люди, которые в этой теме хорошо разбираются, вот наше видео вряд ли им будет, ну скажем так, даст им какую-то дополнительную информацию. Для новичков, все-таки, еще раз говорю, эта тема очень глубокая. Если мы говорим про монеты, я к своему стыду только недавно приобрел 5 рублей и 10 рублей Николаевскую пятерку, Николаевский червонец в золоте. Обязательно как-нибудь покажу на канале именно, ну красиво сниму и покажу. Вот у меня их просто до этого не было. Причина проста. Да, они, понимаешь, с точки зрения количества содержащегося в них металла, цена на них завышена в отношении, если мы сравниваем их с обычными институционными золотыми монетами. На Западе, кстати, происходит обратная ситуация. Если мы говорим, не говорим о каких-то редких, у них, ну понятно, тоже есть старинные монеты в США, в Европе редкие. Если мы говорим в целом о монетах, которые выпущены такими же примерно тиражами, как Николаевская пятерублевка, я сейчас опять же говорю про стандартные, без каких-то там эксклюзивных разновидов. Если мы говорим про десятирублевки, у них на Западе такие монеты, они стоят дешевле, чем современные инвестиционные монеты. То есть в пересчете на золото. У нас складывается другая ситуация. Мы затертый пятак, затертую десятку считаем какой-то нумизматической редкостью. Связано это, может быть, опять же, с точки зрения нашей психологии формирования. Может быть, у нас, опять же, историческая память, как сохранили эти пятерублевка, шла через поколение к тебе, и ты ее получил по наследству. В том числе за счет этого все это формируется дополнительная стоимость этой монеты. Как бы такая нумизматическая. Но на Западе другая абсолютно ситуация, я еще раз говорю. Они стоят недорого. Потому что на Западе, за исключением определенного времени, когда ограничивали в США оборот золота, это с 1933 года, грубо, опять же, с 1930-х годов до примерно 70-х, и то у них разрешалось иметь определенное количество золотых монет в личном пользовании. Никто их не конфисковал. То есть, на домохозяйство было разрешено иметь определенное количество монет, несмотря на указы Розвельта. У нас же другая ситуация складывалась, когда в СССР был определенный налет какой-то черного рынка на эти монеты и так далее. Поэтому они стоят, я постараюсь сжато сказать, наши монеты старинные, они стоят непропорционально дорого западным аналогам. Но, тем не менее, я тоже купил, потому что в коллекции иметь хочется. Вот по случаю получилось, я купил по разумной цене. Вот, если мы говорим, вот сейчас сеятель-то показываешь российский, он тоже имеет, он стоит чуть дороже, чем, допустим, обычный наш инвестиционный Георгий Поведоносец в золоте. Купить одну такую монетку, ну, почему бы нет в своей коллекции? Купить их много, рассчитывая, что они куда-то там вырастут в цене, ну, это так самонадеянно, я бы сказал. Вот, поэтому смотри, что я хочу сказать, да, что если мы говорим про коллекционирование каких-то старинных монет, это, наверное, хорошо, но это не для среднестатистического инвестора в драгметаллы. И я для себя вот пока туда глубоко не лезу. Ни в российское там серебро, как времен Екатерины, да, ни в американское серебро там 18-19 века, ни в европейское, которое стоит довольно дорого. Ни в китайское. Вот. Но, видимо, обратив внимание все-таки, ну, на определенный интерес инвесторов в драгметаллы в такие, ну, старинные, в кавычку, в старинные монеты, назовем так, монетные дворы начали выпускать на Западе рестрайки. Вот сейчас, например, очень популярна серия, ну, как очень популярна, вышла серия тиражом в 5000 штук на Западе рестрайки, называется Драконьих Долларов. Серия из восьмой монет, вот недавно она закончилась. Тираж 5000 штук, определенное время можно было их купить, ну, по цене, условно, там, в Америке они стоили 30 с чем-то долларов США. Уже сейчас первые монеты в этой серии, которые вышли буквально два года назад, они уже сейчас стоят 100 долларов и выше. Вот. Очень может быть, что пройдет там 10 лет, и эти монеты будут стоить, я не знаю, там, сотни долларов. Может такое быть? Да запросто. А как ты думаешь, а я сейчас перебью, меня вопрос такой, а как ты думаешь, почему такой маленький спрос на археологические, исторические монеты, вот почему в Европе это не ценят? Это с культурой связано или с чем-то другим? Возвращаясь, да, у них не было периода, когда, вот, знаешь, ну, я сейчас говорю про период, наверное, 20 века все-таки, да, когда это было, ну, знаешь, считалось иметь какие-то царские червонцы, это, ну, не то, что запрещено законом, хотя, может быть, и незаконно это было иметь в СССР, я сейчас не могу это точно сказать, то есть какого-то налета раритетности на них не было. Вышли они миллионными тиражами, ну, часть, понятно, переплавили, это там где-то, ну, очень много, я уверен, из этих монет ушло в переплавку, но просто большие тиражи, и у многих они на Западе есть, то есть рынок, ну, как скажем, наводнен, может быть, этими монетами, ну, в кавычках, я это скажу, наводнен, вот, поэтому, как бы, нет, они не являются редкими, вот, поэтому и никто их, ну, за редкие, как бы, нет налета психологического редкости. Может быть, опять же, знаешь, вот, наши Николаевские червонцы, они тоже вышли огромными тиражами, может быть, большая часть тиражей, конечно, была утрачена, там, в 30-е годы, там, когда в 20-е годы, там, вывезены, переплавлены, и так далее, может быть, может быть, они редкие. Я вот не готов тебя сказать, да, как это сказать, насколько тиражи я знаю, а вот с точки зрения сложности их в приобретении, да, вот, я бы не сказал, что их сложно приобрести, в большом количестве их приобрести, наверное, сложно, а вот так, чтобы купить одну-две монетки, да, ну, наверное, несложно. А у тебя есть в коллекции монеты, которые тебя просто радуют? Вот ты можешь ее взять, покрутить, подержать, что-то, что тебя... Слушай, ну, вот я тебе скажу, это как... Есть такое понятие, да, в драгметаллах, это не только есть монеты, но есть раунды, да, в английском варианте называется раунд, от слова круглый. Если мы говорим, ура, вот о таком, это тоже одноунцовая вещь, да, то есть отчекания, они только, как правило, частными монетными дворами в Соединенных Штатах Америки. В русском аналоге это можно сказать жетон, вот так вот некоторые называют. Некоторые называют их медалями, но это у нас в русском языке, да, медали больше ассоциируются с чем-то связанным все-таки с наградами, да, поэтому есть вещи, которые мне вот в этих самых раундах нравятся очень-очень сильно, и я вот как-то, ну, кроме шуток, прям мне вот прислали как-то эти раунды, назывались «Приватир». У меня на канале даже ролик по ним есть. Слушай, я их взял с собой не то, что в кровати, я их положил на прикроватный столик, вот когда засыпал, положил, они мне понравились очень сильно. Это такие вещи, выполненные в высоком рельефе. Вот, кстати, «Грифон» мне очень нравится монета, вот, которая сейчас у меня на шапке канала стоит. Она, кстати, и в цене очень хорошо выросла, что в золоте, что в серебре. Хотя я вот, когда канал только открыл, эта монета, она еще не выросла в цене, но это 2017 год, что я ее вот на шапку канала прилепил. Ты знаешь, она сейчас в золоте почти в два раза выросла от цене металла. В серебре она уж там почти, слушай, ну в серебре, если она стоила условно, там, условно, там, 40 долларов, сейчас, ну, хорошо, если ты ее купишь примерно за 200 долларов в хорошем сохране. То есть, такой пятикратный рост. Вот прям, как сказать, прямо написано, да, было, что надо покупать. Ну, по моему мнению, опять же, понимаешь, это все очень субъективно, я каких-то, как сказать, ставок на свою точку зрения не сделаю. Ну, я считаю вот так вот, а уж как оно будет там спустя годы, это покажет время. Вот, поэтому, возвращаясь, есть вещи, вот серия приватер, серия боги Египта, просто убойные вещи, это именно в раундах. Если мы говорим про монеты, ты знаешь, очень много классных монет, красивых, вот реально красивых, да и в целом перспективных с точки зрения дальнейшего роста цены. Ну, ты знаешь, вот на канале, там, лебеди Австралии, да, серия, ну, просто красиво сделанная. Сейчас вот вышла серия Брамби Австралии, это лошади, вот тоже, она с тиражом небольшим и тоже очень красивая. Вот, кстати, как раз ты сейчас листаешь, вот чуть-чуть вниз, там, как раз вот называлась серия пиратских серебряных монет приватир, ну, просто для мужиков, вот знаешь, там, серия, во-первых, пиратская, да, во-вторых, она еще и сделана просто шикарно. Вот, сейчас вышла серия, называется, называется она Черный флаг, Black Flag по-английски, с 15-тысячным тиражом вышла серия одноунцовых монет, посвященных кораблям знаменитых пиратов. Вот, первая монета в серии вышла, называлась она Корабль пираты Черная борода Месть Королевы Анны, вот, я, кстати, про случай расскажу конкретно, я, ну, постарался красиво отснять эту монету и сделал на канале типа трейлера, то есть, только музыку наложил и на видеоряд. И в Инстаграме у себя тоже выложил этот, вот такой короткий отрывок. И через некоторое время, не поверишь, написал мне дизайнер этой монеты с монетом двора Австралии, Пёрфмент, который выпустил, ну, как бы является автором дизайна этой монеты. Он говорит, ну, по-английски говорит, настолько мне понравился ваш ролик, большое вам спасибо, что вы его выпустили, и он мне тогда сбросил дизайн второй монеты в серии. Но, к сожалению, я его не мог показать людям, потому что, ну, мы-то, ну, как бы, не знаю, почему-то он мне поверил, вот, потому что мы переписывались, может быть, с ним определенное время. Вот, и выложил второй, вот, он уже вышел, то есть сейчас монета королевского удачи. И название у монеты красивое, и сама монета красивая, и цена на нее красивая уже. Вот. Ну, я к чему это вел? Вот, тоже серия «Черный флаг», ну, она стоит сейчас, конечно, приличных денег, что первая монета тоже вообще там, ну, я не знаю, наверное, в разы три точно выросла в цене. Вот. На Западе она и вообще там стоит там 150 евро, хотя в настоящее время, слушай, вот выходила монета в 2019 год, вот близкая перспектива, да, первая монета вышла по цене в Америке 20, по-моему, 5 долларов США, 25 долларов. Сейчас она стоит в Европе примерно 150-140 евро, ну, в долларах это будет еще больше, потому что, ну, действительно, людям хочется купить, потому что красиво. Это, может быть, понимаешь, в чем дело, это уже вот здесь вот вопрос, будет ли она стоить со временем там 300 евро, я бы не, ну, как сказать, не стал бы такой прогноз давать. Может, и будет, кстати, потому что тираж 15 тысяч, серия будет продолжаться, но уже сейчас она, понимаешь, идет скорее, вот как ты, когда ты ее покупаешь, я знаю таких людей, которые брали, потому что, понимаешь, ты купил вторую монету, она, может быть, тебе вышла там не по 150 евро, она тебе вышла там, ну, условно, там в начале, там, грубо, я сейчас не пересчитаю, может быть, там 50 евро, да, но первую монету ты решил взять за 150, потому что тебе хочется иметь серию. Разумные желания, и смотрятся они просто шикарно. Вот. Будучи обычными, так скажем, в кавычках, обычными инвестиционными монетами, вот, тоже можно взять с собой на прикоротный столик, если же она ругаться не будет. Класс. Но я помню, я смотрел эти видеоролики, действительно, рельеф, он просто манит. Он, А я вот не видел, сейчас вот на Виоличе что-то по запросу приватир, может, я как-то не так пишу, но что-то мне не находит этих монет в продаже. А ничего странного, вот смотри, тираж этих раундов, да, блин, по-моему, вот не соврать, да, по-моему, с самого первого 70 тысяч штук. Смотри, 70 тысяч штук. Ну, ты напиши по-русски приватир, если ты так красиво написал, что продавцы на Виолите прям такие, ну, никого не хочу обидеть, но может быть, они написали как-нибудь себе там по-русски приватир, а может быть, пиратские как-нибудь раунды. Попробуй. Приватир. давай попробуем. А может быть, это на украинской мове надо написать, я не знаю, как это будет. Я тебе что хочу сказать? Смотри, тираж 70 тысяч, да, и действительно найти по цене, они выходили вначале по цене, они в Америке стоили 40 долларов США, вот так грубо, потому что две унцы они, чтобы было понятно зрителям. Вот, видишь, вышло что-то, да? Да, да, несколько монет есть. У них Аверс такой классный с этим пиратским этим, ну, смотрится здорово. Это вот, кстати, сейчас ты открыл самое массовое и имевшее самую низкую стоимость и продававшееся дольше всех, дольше всех раунд в серии. Вот, поэтому он и есть, наверное, его привезли. А вот если мы говорим про это, может быть, он третий был или четвертый в серии, если мы говорим все-таки там вот самый первый у них, там корабль в шторме. Кстати, сколько это в долларах? Сейчас, это почти 100, больше 100 долларов, Ну, 100 долларов примерно, не больше, да? Здесь цена до 100 долларов. То есть, 100 долларов, то 2700, а тут 2400, чуть-чуть меньше. Ну, это примерно, да, уровень этого раунда, наверное, в том числе и примерно за границей. Но вначале он стоил 40 долларов. Еще раз говорю, это не самый высокий по цене раунд в этой серии. Параллельно с ним на Западе выходила серия боги Египта. Ну, там, Клеопатра вышла, Анубис, там, еще пару монет с более сложными названиями богов Египта. Ну, тоже все это очень-очень красиво. И, ты знаешь, вот, когда они стоили, я просто помню, 50 долларов, я что-то их тогда не купил, столько, сколько я хотел. вот, и потом они резко пропали, и потом уже около больше, дешевле 100 долларов их было купить проблематично. А если мы говорим вот про вот эту серию, да, если будет возможность, вот, ткни там на мой ролик, просто, чтобы прокрутилось в твоем, может быть, видео, если получится, вот, называется, финал, да, нажми, там в самом начале, скорее всего, просто пойдет подборка красивых кадров именно раундов этой серии. Еще раз, они стоят там больше 100 долларов многие, потому что обладать им просто, ну, физически приятно. Вот. И ты знаешь, в чем момент, вот, где-то как-то мы уже с тобой тоже, может, перед эфиром обсуждали, понимаешь, трудно иногда не пересечь грань между инвестированием и коллекционированием, когда речь идет вот ну, о таких штуках, как вот раунд этой серии. Вот. Ну, и некоторых монетах. Да, тут видео пока не очень. Грузится. Грузится, ну, даже у меня тут скайп, и запись, и интернет. Все понятно. Ну, может быть, прогрузить сейчас покажешь. Вот он уже начался, я думаю, он сейчас вылезет. Вот. Поэтому. В 18-м году ты закручил, что-то не знаю, пока не хочет на интернете. Я посмотрю, я потом поставлю отдельно. Договорились. Договорились. Покажи, но умеют, как говорится, делать. И вот в чем, но это не монеты, почему не монеты, потому что у них нет денежного номинала. Вот. Но от этого количества серебра в них меньше не становится. Вот. Так. Отлично. Да, вот у нас сейчас пошел ролик. Но я потом отдельно думаю смонтирую. Добавь, добавь, добавь. Я думаю, людям просто будет интересно. Ну, как, а вот я вижу, что на Виолике вот не продались эти монеты. Вот с чем это может быть связано? С тем, что они недостаточно расстроены? Ну, давай, когда они были выставлены, да? Когда выставлены? 24 февраля. В этом году уже. Вот в этом году ставились монеты. Смотри, в чем может быть обусловлено, да? Ну, во-первых, я еще раз говорю, вот этот раунд, он считается самым, вообще, в этой серии именно на Западе. Он считается не то, что непопулярным, да? Трудно сказать так. Но, в принципе, понимаешь, в чем дело? Вот ты коллекционер, да? Давай вот так вот поставим вопрос. Ты в этой серии 7 раундов вышло, да? Вот захочется ли тебе на украинском сайте взять один раунд из серии, не имея возможности приобрести 6 других? Вот ты же сам попытался найти и больше ничего не нашел, да? Да, да, да. Не исключено, что те люди, которые собирали весь набор и хотели приобрести весь набор, у них он есть, да, в серии. Покупать какой-то разрозненный, ну, понимаешь, ты по-любому захочешь купить все, потому что они классные. Вот. Поэтому человека не покупает единичный. Ну, зачем он, не то, что по высокой цене, опять же, если вот этот человек бы продавал его по цене серебра, допустим, да, с наценкой, не за 100 долларов, да, пытался бы продать, условно, там, за долларов сейчас, про курс серебра, за 60, может быть, у него бы купили, ну, за 70, а человек хочет его продать, с одной стороны, все-таки, по высокой цене, а с другой стороны, как бы, вот, один, одного в себе, так сказать, без серии, поэтому, может, и не продается. Ну, ты вот, погоди, как коллекционер, ты бы хотел купить один, не имея возможности купить еще шесть. Ты знаешь, бывает, вот я скажу тебе, отвечу на твой вопрос, мне кажется, важно в любой продаже любой монеты или жетона, важна его раскрутка, когда о нем говорят, то есть, есть ли вещь, от которой говорят, вот, например, у нас была тема обиходные монеты Украины, монетки одна, копейка две, пять, и когда у нас менялась валюта, то есть, не валюта у менялась, когда у нас убирали копейки, об этом говорили СМИ, об этом говорили все блогеры, что вот все, монет больше не будет, и, понятное дело, создавалась шумиха вокруг этого всего, и все начинали покупать себе, а когда растет у нас спрос, цена тоже растет, и эти наборы Украины, монет, которые не несут себе ни золота, ни серебра, но это обычные монетки, которые в обиходе были, улучшенного качества, они выстрелили в продажу, то есть, важно пиар и маркетинг, если нет монетов, это я с тобой вот абсолютно соглашусь, я что хочу сказать, вот эта серия приватир, да, я второе тебе сказал, серия боги Египта, это с точки зрения, ну, тех, кто коллекционирует и собирает именно, вообще пытается, ну, серебро, золото, раунды, монета, эти темы на слуху, кроме того, ну, как бы, они закончены, ну, боги Египта, они не закончены, если мы говорим при приватир, они закончены, серия, многие их хотели бы купить, их просто действительно, все семь штук, купить относительно, ну, как бы, набором, и не просто, с одной стороны, а во-вторых, и недешево, вот, с точки зрения раскрутки, действительно, есть вещи, которые, вот, знаешь, классные, но о них никто не знает, я тебе вот просто конкретно могу привести пример, не так давно на канале у меня просто есть один, ну, как бы, подписчик говорит, слушай, у меня вот есть, например, серия вышедших монет про Белоруссию, которая, ну, действительно классная, которая интересная, говорит, хочешь просто на канале о них рассказать, и он мне их прислал, ну, потому что я человек такой, он знает, что я у него эти монеты не зажму, да, эта серия называлась «Легенды Белоруссии», серия выходила с 2007 года, она там когда-то выходила ежегодно, потом были пробелы там в пару лет, грубо говоря, в серии, она не выходила, и последняя была выпущена в 2018 году, по-моему, «Пчела» называлась, ну, не по-моему, скорее всего, точно, «Легенда о пчеле». Знаешь, отличные монеты, и визуально, и тематика интересная, они еще сделаны просто крайне необычно по дизайну, и тираж у них там порядка, я не соврать, по-моему, там от трех, по-моему, до пяти, или от пяти до двух тысяч, по-моему, последняя выходила, могу, порядок цифр примерно такой, и они недорогие были, после того, как я на канале о них рассказал, российской аудитории, да, показал, я просто знаю, что сейчас эти монеты в России купить уже довольно сложно, просто действительно, вот я еще раз говорю, все у серии классные, как бы, элементы есть, но просто о них никто не знает, «Монетный двор Австралии», да, вот выходит, ну, например, заканчивается год, и вот сейчас, в сентябре, «Монетный двор Австралии» выпустит ролики, трейлеры, монет, которые выйдут в 2021 году, ни «Монетный двор России», ни «Монетный двор Белоруссии», я не знаю, насчет «Монетного двора Украины», вот такие промо-вещи уже, еще раз говорю, в сентябре, начиная течеканку, допустим, монет, посвященных году БК, я крайне сомневаюсь, что, значит, наши «Монетные дворы», СНГ это делают. Определенная, действительно, нормальная маркетинговая политика, которая показывает людям в мире, да, что они, что они сделали, как это выглядит. Сайт, вернемся к сайту, ну, я постоянно критикую Центробанк и вообще политику, монетную цену нашего Центробанка, к сожалению, на сайте нашего Центробанка трудно найти монету, точнее, как настоящую, они настоящие фотографии монет не публикуют, я уж молчу про видео, да, и бывает зачастую так, я скоро, кстати, одну монетку покажу, российскую, которая мне очень понравилась, я на нее случайно наткнулся, я ее просто пиарю на канале, потому что действительно достойная вещь, и, к сожалению, о ней мало кто знает. Не так давно на канале, я тоже пиарю свой канал, смотри, вот есть, например, у нас в России выпущена была серия трехрублевая и 25-рублевая серебряных монет, три рубля – это одна унция, 31,1 грамма, 25 рублей – это пятиунцовка, называется серия «Алмазный фонд России», там вышли, знаешь, «Шапка Мономаха», там «Скипетра Держава», и еще две, там «Банк Склаваш», и еще, забыл я, как она называется, вот сейчас сходу я не скажу, но вышло всего пять монет в серии. Я их периодически встречал, в том числе в банках, да, продавались они, или в специализированных интернет-магазинах. К сожалению, то есть они мне визуально нравились, но я, ну, у них цены такие, знаешь, они все, что продает наш Центробанк, дешевым не назовешь. Я решил приобрести, прямо вот, для конкретно демонстрации на канале по разумным ценам сет этих пятиунцовок, потому что они общены в профварианте, в высоком рельефе, с тиражом в тысячу штук. Вот. Слушай, ну вот я их показал на канале, потом у меня много людей спрашивало, как бы, хотя люди копят серебряные монеты, но, к сожалению, просто не знали, что есть такая классная реальная серия. Просто фотографии, обычно картинки на каких-нибудь интернет-аукционах, либо на сайте монетного двора, я тебе сказал, нет, просто люди вообще не видели и не знают, как выглядит вот эта серия. Вот, поэтому действительно определенное, как сказать, популяризирует даже хорошее, ну, как показывает практика, нужно. Вот. вот так вот. А что это монета? Вот я сейчас прям открыл тебе, вроде инвестиционная, вроде из серии, но она какая-то цветная. Что-что? Цветная монета. Видишь сейчас перед играми? Конечно вижу, но вот то, что ты мне сейчас показываешь, оно вроде инвестиционное, да, но это разукрашенный сокол плантагенетов, две унции, которые кто-то где-то взял и разукрасил. То есть, это не продукт монетного двора. То есть, монета изначально, она была, ну, монетный двор выпускает ее не в цвете. Вот. Очень много компаний, ну, в кавычках, очень, но определенное количество есть в Европе, которые берут, покупают монеты оригинальные и разукрашивают их. Либо визуально неплохо получается покрывает розием, там, с элементами, может быть, гильдирование, да, это, то есть, позолоты. Но, понимаешь, в чем дело? Это все-таки не официальный продукт. Я знаю, у меня есть приятель, который говорит, вот, меня постоянно спрашивают, я ему что-нибудь показываю, вот так вот, говорю, смотри, какая классная монета. Говорит, блин, ну, ты бы хоть цветные какие-нибудь привез, я бы вот цветную заценил. Друзья, если тема инвестиционных монет интересна, переходите обязательно на канал Alex Silver Academy, советую его канал, потому что я вижу, что он специалист в этой теме, в теме инвестирования в серебро и золото, вот именно вот в такие монеты. Да, конечно, какой-то археологической ценности или исторической они не несут, но тоже очень красиво и действительно они позволяют зарабатывать деньги на монетах. Так что, если такая тема вообще в целом интересна, напишите мне комментарий, как вам это видео и до новых встреч в новых видео. Всем пока.